Встречайте тюз на сцене Все вместе Ух ты! Мы вышли из бухты Это чё ж получается Пришел, увидел, опылил. Мы хотим показать, Оля, что Пятигорск это всероссийская здравница. Да я вас умоляю, но вас же смотреть жалко. Жалко у пчелки? Ну тебе виднее, конечно, да. Что? Тебе надо, ты иди. Ммм, весна. Как я люблю, когда пахнет весной, Таня. Вот ты мне, родная, скажи, кто это? Катя, типа красивая. Самая моя моя. Самая красивая. Танюх, зацени, как мне в этом. О, слушай, ништяк. На, носи на здоровье. Спасибо. Ой, ребят, ну вы как в мавроди, не успели выйти, уже фигню какую-то делаете. Что-то рубит меня сегодня. Пойду прилягу. А вы давайте, как Лермонтов. В смысле? Прославляйте Пятигорск. Друзья, как вы догадались, сегодняшнее наше выступление полностью посвящено Древнему Риму. Как известно, все дороги ведут в Рим. Итак, трасса Сызрань-Калуга, придорожное кафе, где-то под Неаполем. А в ресторане, а в ресторане, а там не дай, а там цыгарь. Господи, что, первый раз в жизни есть будешь, что ли? Я хочу сделать заказ. Мы не убиваем людей. Девушка, девушка, принесите пасту. Дома зубы почистишь. Вообще-то паста – это вареные спагетти. Господи, чем только люди зубы не чистят. Принесите салат, Цезарь. О, а заказ-то в тему. А почему у вас на скатерти с сигаретой вы с женой словом «помогите»? Потому что у нас не курят. Ну, поставьте хотя бы музыку, я не знаю. У вас есть что-нибудь из Пугачевой? Есть. Ха, Кристина Арбакайте. Вы не боитесь потерять работу? Я боюсь потерять свободу. Не беси меня. Да вы ханка! Позовите администратора. Ну, наконец, и для меня нашлась работенка. Моя цель – защита прав потребителей, потому что я суперадминистратор. Вот я дура-то, дура. А что же я наделала-то? А вы меня теперь уволите, да? Ну, говорили же, не хами, не груби. А у меня же трое детей, у меня же куча долгов, а? То есть ты думала, вот так все будет, да? Пошла отсюда! И чё они от нас все бегут, а? Повара менять надо. Да сто процентов! Пойдёмте! На приёме у врача! Здравствуйте! Ой, извините, у вас просто на двери диетолог написано! Не-не, правильно-правильно. Что? Вы врач-диетолог? А чё, смущает вас чё? Ну, рассказывай, чё там. Доктор, вы знаете, у меня лишний вес, у меня из-за этого проблемы. Извините. Алё! Алё, это милиция? Нет, ошиблись номером. Тогда слушай! Я маньяк! И я слежу за тобой. А-а-а, это ты, маньяк, следишь за мной? Я тебе хочу сказать, хреново ты следишь за мной. Я б тебе даже сказала, ты меня, как это, запустил. Так, чё там говорите у вас, а? Ну, я же объясняю, у меня проблемы, ну... Ну всё, не нервничать. Катюша, зайдите. Да! У нас есть успокоитель? Да! Примите. Да! Вот кого проблема. Сколько вы весите? Ну, 135. А хотите весить? Ну, 90. Так, 135, 90, это 45 килограмм. Ну, я не знаю, можно ногу отрезать. А-а-а! Что, можно? Не обращайте внимания, просто варианты перебираем. Послушай, милая моя, добрая девочка, понимаешь? Проблема-то не в этом. Все ваши проблемы у вас в голове. Простите, я не понимаю вас. Я говорю, башка у тебя вот такая, понимаешь? Так, девочки, кто следующий кидетолог? А, я. Пройдёмте. Слушай, ну, башка у тебя вот такая, просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, если повнимательнее присмотреться к нашей команде, то можно увидеть, что мы похожи на сандалии римских легионеров. Мы такие же открытые и любого размера. Дорогие друзья, если повнимательнее присмотреться к нашей команде, то можно увидеть, что мы похожи на сандалии римских легионеров.